Всем тихой ночи! Под прошлым видео про разные аспекты сюжета мира SCP, больше всего комментариев под видео было про династию Ся, а значит настало время погрузиться в пучины легендарной древности, мира реального и его отражений в мире фантастическом. Кстати, большинство текстов по этой части SCP написаны самой Саник Локворк, известной в фандоме художницы из Китая, которая рисует в своем узнаваемом черно-белом стиле, так что недостатка артов не предвидится. Китайская государственность это очень древняя штука. Китайское государство было если не первым на планете, то одним из первых точно. И как любая древняя штука, оно это государство, окружено огромным количеством мифов и легенд. Примерно четыре тысячи с половиной лет назад жил полулегендарный Желтый Император или Хуанди. По легендам он жил во дворце высоко в горах с кучей разных духов и монстров, которые подчинялись ему и помогали править. А еще по легенду бы у него были драконы, так что он шарил за Фусрада еще до того, как это стало модно. А еще он сделал другую вещь до того, как это стало модно, потому что по легенде после смерти Желтого Императора похоронили в горе. А когда пещеру открыли, нашли там только плащ, а по другой версии меч. Желтый Император воскрес и вознесся, что напоминает более поздние приключения другого персонажа. Но неважно, у этого волшебного правителя было 25 сыновей, 14 из которых основали главные китайские кланы. Один из них основал клан Ся, который в эти мифические времена правил Китаем и был первой постоянной правящей династией. Ну как был? Вообще у династии Ся до сих пор полумифический статус, а почти все, что о ней известно, известно из легенд. Примерно 4200 лет назад на Земле активно менялся климат. В Китае происходили огромные наводнения, резко сменявшиеся засухами. Примерно в это время и правила династия Ся, потому что в мифах они показаны как великие герои, побеждающие стихии, способные управлять водой и солнцем. И все это довольно эпично, конечно, но я не просто так это все рассказываю, а потому что это имеет важное значение в лоре династии Ся в SCP. Фонд SCP имеет своих агентов по всему миру, и конечно же такие есть в Китае. Во времена раскопок знаменитой терракотовой армии археологи стали сообщать о демонических голосах, которые они слышат среди статуй. Группа содержания фонда отправилась на место, и обнаружила два голоса, один из которых говорит от лица солдат, другой от лица некоего императора, которого эти солдаты держали в плену. Голос император просил разбить солдат, а керамические солдаты говорили, что император очень опасен, и если он вырвется, это станет причиной многих бедствий. Все это описано в SCP-2101. Явление это, конечно, интересное, потому фонд продолжил изучать различные места раскопок в Китае, пока не наткнулся на горное озеро. Вода, в котором внешне походила на собственную воду, однако на ощупь оказалась твердой и похожей на металл. На глубине двух метров под этой водой находилась мертвая обезьяна, которую с огромным трудом, но удалось извлечь. При осмотре тела в лапе обезьяны был найден предмет, большая игла с надписями, сделанными письменностью эпохи династии Ся. Когда иглу вынули, озеро перестало быть твердым и стало состоять из обычной воды. Игла была помещена на хранение, как SCP-2711. Фонд не оставил на этом своих поисков, и вскоре был найден SCP-2847, также твердое озеро. Однако в нем был не труп обезьяны, а человек с такой же иглой. Причем человек был жив. Рядом с ним был найден странного вида компьютер, выполненный в виде бронзового куба. Было обнаружено, что на этом кубе установлена неизвестная операционная система, в целом пригодная для использования любым, кто понимает древнекитайскую письменность. Впрочем, как оказалось, компьютер знает многие другие языки. Он был хоть и древним изделием, но оказался способен модернизировать себя и обучаться. Например, он смог подключиться к современному интернету, потому был в курсе мировых событий и даже деятельности фонда. На компьютере был установлен искусственный интеллект, который заявил, что его зовут Бо-И, и он ученый при дворе императора Юя, который исторически был первым в династии Ся. Бо-И сказал, что человек с иглой – это один из членов династии Ся, который во времена потопов принес себя в жертву, чтобы запереть в твердой воде монстров слуг некой драконицы плоти. Сам же компьютер, в который загружен разум Бо-И, был, судя по всему, создан благодаря тому, что император Юи поклонялся некоему змею, который, судя по описаниям, был тем самым разбитым богом Механ. Змей снабжал империю Ся самыми разными машинами, в том числе и маленькими устройствами в виде игл, которые могли делать воду твердой, что помогало останавливать потопы, а также компьютерами и огромными космическими кораблями. Фонд исследовал человека в воде и выяснил, что он не совсем человек. Существо было человеком в прошлом, но прошло ряд преобразований и стало змееподобным монстром, что немного нетипично для последователя культа механического божества. При дальнейшем исследовании Фонд нашел в толще воды еще несколько различных чудовищ, девять из которых были мертвы. Однако одно из них, похожее на огромного азиатского дракона, было все еще живо. Узнав это, Фонд провел еще несколько интервью с компьютером, и тот рассказал, что когда-то он принадлежал организации потомков династии Ся, которые, узнав некую страшную правду о змее в воде, бежали в другие миры. Других миров мультивселенной SCP предостаточно, так что это дело обычное. Правда заключалась в том, что император Юй в какой-то момент перестал поклоняться Механ, и вместо этого начал почитать драконицу плоти, которая в награду превратила его самого в дракона, и он теперь заключен в озере. Другие члены династии Ся остались верны своему механическому божеству, считая его мудрым змеем, хотя и не отказались от возможности управлять плотью. Ну, наверное, когда ты превращаешься в рептилоиды, это не считается, да и вообще Механ и люди из династии Ся считали змеем, а значит в змею превращаться можно. А в целом они даже как-то стали частью церкви разбитого бога, правда достаточно автономной, да и вообще они на самом деле считают, что если разбитого бога соберут, явится драконица плоти и устроит битву с Механ, и чтобы этого избежать разбитого бога надо наоборот ломать. В тексте даже есть намек на то, что поврежденный разрушитель призван как раз таки это делать, то есть ломать вновь созданные экземпляры механического бога, чтобы предотвращать это событие. В смысле прямо так не написано, но похоже на то, прямо как в SCP-001 от диджея Кактуса. Но для SCP-001 главное это вещички новые собрать, потому старательные агенты нашли и другой подобный артефакт SCP-2481. Это была огромная сферическая полость в земле, в которой находился еще один кубический компьютер, рядом с которым было неизвестное устройство, похожее на заостренную колонну, которое придавило странное существо, не способное выбраться. На странице SCP-2481 написано, что это гуманоидная сущность с рептилоидными чертами, и пойманный рептилоид оказался хоть и тяжело ранен, но жив, и даже в сознании, и конечно же фонд его допросил. В ходе допроса фонд узнал, что это придворная династия Ся по имени И. Он сказал, что следовал по пути змея, потому он такой вот рептилоид. Также он поведал, что династия Ся получила технологии, существенно опережающие свое время, от божества, называемого Отец Змей, что мы уже знаем. И при помощи полученных знаний были построены машины наподобие SCP-2481, которые использовались как оружие для стирания из реальности противника в династии Ся. Противники эти, к слову, поклонялись Золотым Воронам. Самих Воронов было 10. Как и в предыдущем SCP, 9 из них были уничтожены. Но один Ворон сбежал, и один выживший Золотой Ворон все еще где-то летает по миру. Только вот во время битвы с последователями Воронов что-то пошло не так. Оружие вышло из-под контроля и устроило локальный апокалипсис, в результате которого большая часть царства династии Ся просто перестала существовать. Целые грады взяли и растворились в воздухе. Сам И остался потому, что сработала какая-то защитная система, которая создала шар уплотненной реальности, в которой И, несмотря на множество смертельных ран и прошедшее время, не умирает. Вот такой вот бесславный конец. Позже фонд сделал еще несколько находок, связанных с этой историей, но они не добавили никакой особенно новой информации. Зато агенты SCP, изучив свои архивы, обнаружили связь с другой, более старой историей. Дело в том, что в SCP связана организация под названием Дети Факела. Объекты по ней начали появляться достаточно давно, еще в 2013 году. Но особенной популярности эти истории не получили. Началось это все с того, что фонд решил проверить слухи об огненной вороне, летающей где-то в Китае. И такую тварь действительно удалось поймать. Так что SCP-1428 это радиоактивная огненная ворона с тремя лапами, которую фонд поймал где-то в Китае. И похоже, это именно то существо, которое избежало уничтожения устройством SCP-2481. Но кроме странной птицы, сотрудники наткнулись на древний храм неизвестной культуры, в котором находился труп странного существа, который периодически начинал двигаться. Изучая храм, фонд узнал, что существует еще несколько предметов, относящихся к культуре этого храма. И за этими предметами охотится организация, которая называется Дети Факела. Ну а что фонд делает, когда находит очередных культистов, владеющих мистическими артефактами? Конечно же, фонд эти артефакты отбирает. В результате этой процедуры несколько культистов были убиты, а фонд приобрел новый предмет под номером 2814. SCP-2814 это маска, которая позволяет ее носителю управлять огнем. Однако это был не единственный эффект. Ученый SCP, который часто надевал маску для экспериментов, сам превратился в существо из пламени, которое в итоге разрушило всю зону содержания, прежде чем было уничтожено охраной. После этого события один из агентов фонда получил письмо, в котором вместо текста был рисунок трехлапой вороны. Впрочем, больше ничем эта организация не примечательна. Ну разве что еще иногда нападает на зоны фонда, в которых содержатся интересные ей предметы. В общем, обычные поехавшие сектанты, выбравшие себе богом огненную ворону. Ничего необычного. Как мы узнали из этого видео, Санни Клокворк не только рисует арты, но и пишет объекты. Но отдельные объекты это, так сказать, деревья, за которыми не видно леса. Если взглянуть на все это чуть шире, чем просто находки фонда, можно увидеть, что тут у нас целая космология вырисовывается. Борьба двух существ из бездны, отца змея и матери драконихи. Первый дает знания и технологии людям. Вторая – умение управлять плотью и вообще жизнью. При этом эта метафизическая борьба шла внутри одной династии Ся, которая умудрилась что-то взять от обоих. Впрочем, в итоге не смогла решить внутри себя этот конфликт, потому исчезла, оставив лишь несколько странных штук, которые фонд предусмотрительно спрятал от людских глаз. Как обычно, оставляйте комментарии за какую-то тему под этим видео. Какая из тем наберет больше, такую и будем рассматривать в следующий раз. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok